Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы считаем, что это не просто сделка Это пример взаимопомощи между Россией и Австралией Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но, чтобы этого не произошло, нам нужны реальные перспективные проекты, такие вот, как кожа саламандры Спасибо. Ершов Вадим Сергеевич? Здравствуйте. Вам письмо из Австралии. Давайте. Распишите, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. Пап, кто это там? Да никто. Две ее ошиблись. Китенок, разбудили тебя? Я уже давно не сплю. Просто лежу и думаю. Думать натощах вредно. Пап, за что это все нам? Мы что, проклятые? Ты не должна так говорить. И думать ты так не должна. Я в лепешку расшибусь, но поставлю тебя на ноги. Я все сделаю. Только потерпи еще немного. Сколько еще? Ну, еще немного. Я ведь обещал устроиться на работу? Да. Устроился. Я решила написать тебе. Потому что по телефону с тобой говорить невозможно. Сразу, Арюша, бросаешь трубку. Мы с Ником собираемся приехать и забрать Ирину к себе в Австралию. Здесь ей в любом случае будет лучше. И не вздумай мне мешать. Я найму самых лучших юристов и выиграю дело в суде. ПЕСНЯ 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 Кам, к Тимофеевой и к Бахрушиной? А что надо? А вас то это не касается. Нас все касается. Мы брат за все в ответе. Бухгалтер я из Самобранки по лучку принес. Проходи. И полезет у Телеграма. Здравствуйте. Здрасте. Я из Самобранки по лучку принес. А, пожалуйста. Проходите. Вот. Ага. Вот ведь глотка-то луженая. Целыми днями он у меня тут орет и орет, как верблюд в зоопарке. Да. Что, мы с Чайковым, а? Нет. Спасибо. Мне еще к вашей соседке. Всего доброго. До свидания. А, спасибо вам. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Ага. Вот. Пожалуйста. Спасибо вам большое, голубчик. Зиночка. Чаю не хотите? Нет, нет. Спасибо. Что, Михаловна? Снова, что ли, поплохела? Нет, Зиночка. Зарплату принесли. Я тебе должна. Ой. Может, позже, а? Но ведь не протянешь. Я протяну. Когда не ем, я крепче суши делаюсь. Ну, смотри мне. Вы знаете что? В связи с юбилеем фирмы Самобранко, мне поручено выдать премии самым ценным работникам. Я, я рад выполнить это поручение. Вот, спасибо. А если, сынок, вам не трудно, лампочку перегоревшую замените, пожалуйста. А я вас узнала. По телевизору вас показывали. А вы что ж на трусы переметнулись? Это прибыльнее? При... прибыльнее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоп. Дальше вам нельзя. Успокойся. Не трогай, не уйти. Это ты уйти. Успокойся, успокойся. Я тебя прошу взорвать! Как вы? Нормально. Все в порядке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Мама, как говорил министр финансов, надо делиться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну?! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бухгалтер, милый, не вернется! Ты приходи к нам почаще, нам без тебя нестерпимо скучно! Гад, верни матери деньги. Слышишь? Добить таких надо. Ставлю. Господи! Господи! Ой, ой, сыночек! Ирод, ты что ж с ними сделал-то, а? Сыночек, миленький ты мой, господи! Ой, я тебе сейчас заводочкой сделаю. Вот-вот, вы еще и водки ему налейте. Хорошая погода, не правда ли? Зачем я ему понадобился в отпуске? Я уж думал, вы где-нибудь на море, на Канаре? Да, мы летаем с ним завтра, правда не на Канары, а во Флориду. Ага. Какой грустный сюжет. Красавица и чудовище. Ну, где деньги, там счастье, Вадим Сергеевич. Вы не переживайте так, придет время, я обязательно его выйду на чистую воду. О-о-о, Светлова, я начинаю вас побаиваться. Ну, хорошо, учту. Вадим Сергеевич, у меня к тебе просьба будет. Пожалуйста, обойди за пару дней наших работничков и объясни им только вежливо, что у нас зарплата на пару месяцев задерживается. Причину сам придумай, ладно? Я им могу назвать причину. Я им скажу, что господину Гололобову понадобились деньги для поездки с девочкой в Афлориду. И он решил их украсть у своих работников. Украсть – неправильное слово. Это необдуманное слово. А вот то, что ты премии от себя раздаешь, вот это уже необдуманное действие. Люди голодают. Что ты говоришь? Голодают. А сытые опаснее голодных. Насколько я помню, полгода назад ты ко мне пришел просить работу. Умолял, на коленях ползал. Теперь ты сыт, а уже кусаешься. Ты не просто отнимаешь у них деньги. Ты отнимаешь у них два месяца жизни. Покой, здоровье, жирная сполочь. Это лучше о здоровье своей дочери, подумай. Фирма в твоей помощи больше не нуждается. Ты уволен. Пошел вон! Нельзя! За лавандру! Вот! Конец твоей голодавии! Когда-нибудь ты сдохнешь, Гололобов! Я им всем устрою пир, они придут ко мне и будут петь веселые песни. Ты сдохнешь, Гололобов! Ты подавишься лишними жизнями и сдохнешь! Ты сдохнешь! Ты сдохнешь, Гололобов! Ты сдохнешь, подожди! Сдохни! Сволочь! Тварь! 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 Папа! Пап, просыпайся! Тебе пришли! Пошел! Что это? Повестка, прокуратуру. Ты опять что-то натворил? Да нет, не я. Кое-кого решили поприжать, и правильно. Можно? Вадим Сергеевич, проходите. Вы, конечно, догадываетесь, что мы пригласили вас по делу Гололобова. Да, я так и понял. Вот. Что это? Это копия финансовых документов, подтверждающих, что Гололобов он вор. А вы знаете, где он сейчас? Он... Там что-то с сердцем, по-моему, было. И, может быть, в больнице, а может быть, сбежал. Нет, он пока в больнице. В больничном морге. Черт. Вы чем-то расстроены? Жалеете умершего? А? Нет, мне есть кого жалеть. Да, показания Светлова я вижу не чушь. Светлова утверждает, что вы убили его словом и взглядом. От вас вдруг стали исходить такие импульсы, что даже ей вдруг стало плохо. И только тогда, когда вы успокоились, ей стало легче. И даже захотелось смеяться. И правда она смеялась. Вот чушь какая-то. Вы намерены обвинить меня в убийстве? Ах, Вадим Сергеевич. Наше кладбище усеяно с жертвами руганий. Если всех за это сажали, то кто же останется работать на свободе? И все-таки, Вадим Сергеевич, что заставило Светлову дать такие фантастические показания? Да черт ее знает. Начиталась желтая пресса. А вы-то что развлекаетесь какой-то фантастикой и чушью, когда я вам реальные факты принес о Гололобове? Или вы хотите закрыть дело махинации Гололобов, да? Да. Все ясно. Все, 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 ясно. Все. Мои права ты хрен защитишь, а права тех, кто тебе платит, он все равно платит. Что, я не прав? А? Кто тебя цвея? Ты защитишь без вопросов, правильно? Законники хреновые. Законники продажные. Продажные. Здрасте. Сергей Иванович, плохо. У него навоз ничего серьезного. Задувай скорую. Похору, что-то случилось. В сторону! Ой, кажется, ему не до нас. Ну и хорошо. Что случилось? Что? В карте. Все, все же, все, что-то творится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Черт! СМЕХ Что? Что ты смотришь? СМЕШНО, да? СМЕШНО? СМЕХ Журавлёв, как ты тут? Не замёрз, Журавлёв? Потерпи, миленький. Сейчас санитары с обеда придут и тебя в палату отнесут. Вот так-то вот. Народ пошёл. Привезли ребёнка неходячего. Я говорю, санитаров дождитесь. Так они и нет. Расписались. Ноги в руки, ай да. Ничего, миленький. Потерпи. Вот так. Вот так. Сейчас. Вот. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, так странно. Тело стало больше, а стало легче. Всё как-то наладилось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Потом я уже узнала про этот метод Ананьева. Стала их возить туда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мне пора. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ира! 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 Нет, Ира! Ира! Ну что с тобой, Ирочка? Ну кто это сделал? Ира, ну что? Ну успокойся, Ирка, ну Ира, что с тобой? Никого. Это я. Не знаешь, что меня нашли? Я тебя ждала, тебя ждать не было. Я так разозлилась. И на меня дали весь белый цвет, да? Ирка, ты знаешь, я тебя очень хорошо понимаю. Очень-очень хорошо понимаю. Я тебя понимаю. Я помада на шее. Я ничего не имею против этой Елены Борисовны. У мамы есть Ника, а у тебя только я. Я не против. Она добрая. Я видела, как она на тебя смотрит. Ну, Ника, у тебя Елена Борисовна. Ира, ты хочешь я ее оставлю, а? Вот ты мне только скажи, я ее оставлю. Хочешь? Ты что, с ума сошел? Она тебе что, игрушка? Я просто прошу, не оставляй меня одну надолго. СМЕХ Надо тебе было с мамой на руях. Да ты для меня пропал. СМЕХ Это правда. Просто она слишком много времени проводит наедине с собой. Да. Ей нужны новые впечатления. Ну, надо чаще возить ее из дома, но я не знаю куда. Ты знаешь, у меня есть замечательная идея. И думаю, что это ей поможет. Хорошбо. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И что он надеется выкопать? Субтитры создавал DimaTorzok Куда лучше не заглядывать? Вот он хочет, чтобы я туда заглянул Меня это тревожит Оскравляют, если хотите А вы хотите, чтобы я его напугал? Нет, такого на испуг не возьмешь Такого нужно брать за кадык Не понимаю, что вы хотите, чтобы я его убил, что ли? Вот если, скажем, вашего пациента хватит удар Или он надорвется, так сказать, от делов праведных? Нет, я... Нет-нет, я не могу Нет-нет Да что вы, нет Я поделился с вами, как с лучшим другом Помощи просил Я понял Вы говорите, пальцы ли шевелило? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Да Это я, ты получил письмо? Да, получил Пожалуйста, говори сейчас... Нет-нет Что нет? Нет-нет Ну что нет и нет Мы все с тобой договорились Я ее сам вылечу Как ты ее вылечишь? Ее уже лечат Ее отлично лечат Ты с ума сошел? Да нет, я не сошел с ума Все-таки ты сошел Я говорю, я не сошел с ума Она уже шевелит пальцами Что она делает? Да Вот именно шевелит пальцами и через полгода будет ходить Мы вылетаем, ты слышишь меня? Мы вылетаем И не вздумай, не вздумай, говорю! Субтитры делал DimaTorzok 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 Дети, приплыл кошелот Так... Так, не то... Ага, вот она Папа, можно мне? Давай Только аккуратней Аккуратней Я тебя предупреждал Я тебя предупреждал Что с тобой? Ну, что ты делаешь? А что ты лезешь? Куда ты лезешь? Я тебя спрашиваю, куда ты лезешь? Эй! Не смейте так говорить с Еленой Борисовной Иначе я побью вас Как только вы вздрали, я вас обязательно побью ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, Господи! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты ничтожество Ты злобное, жалкое ничтожество Открой! Ты лаешь на всех, как собака, даже на родных Вадим, я тебя прошу, открой дверь Ты достал мне Ершов Сдох Открой! Ну, пожалуйста, открой! Ну, сдохни! Ну, я прошу тебя! Ну, задохни своей злобой! Я не могу! Я этого даже не сможешь Немедленно открой! Ты трус! Ты трус! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Возможно, удар электрическим током активизировал ваши эмоции Спалил, так сказать, предохранителей Но главная причина Вот здесь А в этом медицина бессильна И какой же выход? Больше положительных эмоций Больше света Светом вас лечить надо Светом Послушайте, доктор Вы в какой стране живете? Вы посмотрите вокруг Где вы видите хотя бы проблеск этого света? Я-то вижу Каждый вечер я прихожу домой И моя двухлетняя внучка бежит мне навстречу Столько света, я вам скажу С вами мог бы поделиться Учитесь быть счастливым И будет свет Черт бы вас всех побрал Ну, что? Начнем урок прямо сейчас? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Перезвоню. Вот тебе луч света в темном царстве. Что случилось? Моя бывшая прилетела, предлагает встретиться в гостинице. Но ведь эта встреча нужна им, а не тебе. Правильно? Ну, правильно. Значит, не ты должен к ним ехать, а они к тебе. То есть к нам. Ой, как замечательно! Чудесно тут! Ой, как я рада, что у Вадика опять появился дом. Вадик очень любит, чтобы река была. У вас есть тут речка, пруд? Ну, вода. Да, пруд здесь. У нас, знаете, дом на берегу океана. Нет, мы не рыбачим. У нас соседи, знаете, ловят акул. Ловят и выпускают. Нет, мы тоже могли бы рыбачить. У нас даже есть моторная яхта. Но Ник занят все время. Ой, Ник замечательный, такой нежный, не то что этот. Что вы о нем знаете? О ком? О Вадике? А о Вадике все знаю. А где он? Где доча моя? Что он ее прячет? Доча! Здравствуй, солнышко! Здравствуй, Мишаик. Не видишь, я играю. Хорошо. Шах! Зачем ты так? Она предательница. Она предала меня и папу. Я надеюсь, мы прилетели не зря. Давайте выпьем за готовность преодолеть все наши разногласия. Ну, как я понимаю, никаких разногласий у нас уже нет. Ну, да. Вот здесь моя согласия на развод. А все формальности оформим по почте. Замечательно. Все хорошо, все улыбается. Где согласие на выезд Ирины? Ирина останется пока здесь. Я тебе говорила, начинается. Я же не сказал, что не дает согласия. Ириша обязательно приедет к вам. Просто сейчас ей лучше быть здесь. Она делает упражнения для ног. И гораздо лучше. Это поразительно. Что тебя так поразило? Почему ты опять все решил без меня? Ну, а при чем-то ты? Мы говорим о здоровье, Ирина. Нет. Мне кажется, это хорошее решение. Тебе не стоит больше пить. Оставь покой бутылку, иди. Все, мы уезжаем. Да потому что я знала, я знала, что так будет. Оставь, оставь меня. Ты разрубил все, как это полено. Я не понимаю, что это тебя так расстроило. Я расстроена, я счастлива. Мне не с кем поделиться этой радостью. Потому что плотность населения в Австралии ты, наверное, не знаешь. Один человек на четыре километра. И я не понимаю, когда она ко мне приедет. Я тебе уж сказал. Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. Я так испугалась. А чего тебя боятся? Просто она так смотрела, что мне показалось, что она сейчас разорвет твое согласие на развод. Вот это согласие. Да, вот здесь это согласие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вадим Сергеевич, здравствуйте. Здрасте. У меня к вам срочное дело. Да. Вообще-то я тороплюсь. Вы знаете, ваши розы не успеют завянуть. Садитесь. Хорошо. Хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Профессор Ананев докладывал мне, что дела у вашей дочери идут на поправку. Да, она поверила, это главное. Потом она просто расцвела изнутри. Вот и вы, тетя, как я вижу. Да-да-да. Разомлели вы у меня. Был громоверж, стал плюшевый мишка. Ну... А к чему на плюшевой мишке, Вадим Сергеевич? Мы не дети. Будьте любезны, поставьте, пожалуйста, пушечку. Не в службу, а в дружбу. Хорошо. Боль? А мне не боль? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слышите вы, плюшевый мишка? Это моя женщина. Это я вкладывал деньги в ее табуреточную фабрику. Это я выкупал ее долги. И все для чего? Чтобы пришел ты и забрал то, что я купил для себя. Для самого себя! Я! Не смейте, братья мое! Хочешь искупить свою виду? Займись пациентом. Если я увижу его некролог в газете, ты будешь прощан. Не сверли меня глазами. Не рискуй. Косым не промахнется. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Просто я была одна. Он действительно много для меня сделал. Это была обычная связь, ни к чему не обязывающая. Ну, тогда я так думала. В тот день, когда мы с тобой встретились, он назначил мне свидание на городушной площадке. Я так рад тебя видеть. Дело нас так замотали, что видимся все реже и реже. Но сегодня отличный повод до встречи. Сегодня я выплатил последние долги по твоей фабрике. Значит, свобода. Слушай, я так тебе благодарна. Ну что это. Я делал это с удовольствием. Никогда так легко и радостно не расставался с деньгами. Может быть, это и есть то, что называют любовью. Извини. Я никогда ни одной женщине не говорил таких слов. Я и тебе не говорил. Пока между нами были деньги, были какие-то дела. Чтобы это оставалось независимой. Чтобы было свободно в своем выборе. Подожди, я не понимаю, какой выбор. Дорогая Елена Борисовна. Я хочу, чтобы мы объединили наши общие усилия. Вы мне дороги, Елена. Будьте моей женой. О, Господи. Ты вызываешь к Богу, чтобы перед лицом его сказать да или нет? Нет, просто... Просто будьте моей женой, я слышу уже во второй раз в своей жизни. Ну, тогда что же тут думать? Просто первый раз я не подумала. Хорошо. Подумай. И чего же мне ждать? Надеяться бессонными ночами? Я думаю, скорее да, чем нет. Ариниры идут! Сюда? Да, да, да. Кто это? Я еще и сам до конца не разобрался. Давай отойдем в сторонку. Вчера он явился ко мне на мебельную фабрику. Добрый день! Здравствуйте! Я устал ждать. Я приехал за ответом. Я обдумала ваше предложение, Венера Васильевича. Я вынуждена его отклонить. Ничего ты не обдумывала? Вспуталась с первым попавшимся психопатом и решила, что Венера Васильевичу трется. А Венера Васильевич Дрога никогда не утирается. Утираются сопли кровавые, размазывают другие. Те, кто за дуру не принимают предложения, а Венера Васильевича... Ты что, мне угрожаешь? Мы снова на ты? Значит, можем поговорить. О чем? Не о превратности к любви, разумеется. О бизнесе, дорогая. Только о бизнесе. Я ставлю тебе в известность, что долги я тогда не погасил, а скупил. Теперь ты мне должна. Так и деловой человек. Я ставлю тебе условия. Если мое предложение не будет принято, если дурь не пройдет, я прикрою это табуреточное производство. Я разорю тебя, дорогая. Я отказываюсь говорить в подобном тоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ты как? Твой друг играет на второй разряд. Хорошая девочка. Умная. Терпеливая. Ход за ходом. Ход за ходом. Загнала меня в угол. Вот сейчас поставь в нем. Матер. Так. Все. Иди к себе в комнату. Спасибо за игру. Всегда пожалуйста. А вот я нетерпеливый. Лопнул на мое терпение. Говорил тебе, не трогай, что не твое. Трогаешь. Говорил тебе, помоги мне с пациентом. Не помогаешь. Я помогу вам с пациентом. Ну хорошо. Иди. Помогай. А мы еще одну партию сыграем. Так не пойдет. Во-первых, вы уйдете отсюда. Во-вторых, вы говорили о высокой цене. Так вот, ценой будут принадлежащие вам акции мебельной фабрики. Да. Да. Не пускайтесь. Меня ждите. Ну что ж, я согласен. Но у меня есть условия. Вы разберетесь с пациентом сегодня. Сейчас же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что рассвистелся? Это все не голубятня. Здрасте. Знаете что? Пусть она пока побудет у вас. Только, пожалуйста, вы никому не говорите, что она здесь. Хорошо? Хорошо, хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здрасте. Знаете, зачем я пришел? Догадываюсь. Но я ждал вас гораздо раньше. Присаживайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы думаете, я способен на такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чаю хотите? Хочу. Садитесь поближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Вы очень изменились. У вас теперь нормальный взгляд нормального человека. Я бы даже сказал, уверенного в себе мужчины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да я уверен в себе. Но что делать, не знаю. Помогите придумать что-нибудь. Не надо ничего придумывать. Все уже делается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А Веннир Васильевич Гарон? У меня постановление на обыск. На ваш арест. А я вас ждал. Все приготовил. В этих папках все, что вас интересует. Просто я устал бороться. Оприченный может позволить себе выкурить последнюю сигару? Хе-хе. Ах ты! 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 Хе-хе-хе-хе! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Да. Пожар. А вене? А Венер исчез Трупа нет Как исчез? Он что испарился как злой дух? Ищите! Шеф! Что это? Я не понимаю тебя, Венит Нам же сматываться надо Соткнись, что ты можешь понимать во мне Елена, я все сжег Все И твои долговые расписки тоже У меня ничего не осталось Кроме тебя Едем немедленно Нет, Авенер, я с тобой никуда не поеду Теперь да или нет, решаю только я А будешь припираться И озроить всех Кто тебе почему-то дорог Отпусти 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 ее Ты же знаешь, или мое, или ничье Я ее никому не отдам Ах ты сволочь поганая Ворюга ты Да я тебя здесь головой в землю зарую Я ее никуда не выявил здрасьте здравствуй Какая дурь Идиот 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 Идиот